В Москве завершился восьмой российский философский конгресс. Вся старая структура уходит в НБТ. Не надо строить иллюзию. Как шестиклассник стал бизнесменом, расскажет Алина Красильникова. В России любой ребенок может организовать свой бизнес, серьезный бизнес стартап. Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Карина Саяхова. Доцент кафедры русского языка и методики его преподавания, Института филологии и межкультурной коммуникации Мимозов и Хруддинова вошла в число победителя второго сезона Всероссийского конкурса «Лига лекторов», организованного российским обществом «Знания». Победители конкурса получили гранты в размере 500 тысяч рублей на создание, развитие и продвижение просветительского контента. Они будут выступать на лучших площадках страны в рамках деятельности общества. Китай начал тайно строить военно-морскую базу в Камбодже. Так ли это и чем расширение военного потенциала Китая грозит миру, разбиралась наш корреспондент Аделина Зинатова. Еще в июле 2019 года газета «The Wall Street Journal» со ссылкой на американских чиновников сообщила о том, что Китай и Камбоджа договорились о строительстве военной базы. Однако никаких подробностей издание не приводило. А сами стороны данную информацию опровергали. Накануне издание «The Washington Post» вновь упомянули договоренности Пекина и Пнампеня о строительстве военно-морской базы в Сиамском заливе на юго-западе Камбоджи. Это будет вторая военная база Китая за пределами государства. Формирование подобных военных баз является нормой в системе международных отношений. И два государства, то государство, которое хочет разместить военную базу, и то государство, которое готово предоставить площадь для размещения этой базы, они с точки зрения международного права имеют все законные основания такую, так сказать, операцию совершить. То, что КНР планирует сегодня сделать в Камбодже, это продолжение той линии, стратегической и военно-политической линии, которую реализует Китай, на укрепление своего могущества в различных точках мира. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской народной республики Чао Ли Цзянь прокомментировал данное сообщение, отметив, что Китай и Камбоджа являются партнерами, и их сотрудничество прозрачно и рационально. Насколько мне известно, Камбоджа уже прокомментировала эти сообщения. Камбоджийская сторона указала, что ее конституция не позволяет строить иностранные военные базы на территории Камбоджи, заявил представитель МИД. Соединенные Штаты Америки игнорируют позицию камбоджийской стороны, строят злонамеренные догадки, очерняют ее, даже угрожают этой стране и оказывают давление на нее. Это классический психологический террор, указал Чао Ли Цзянь. На данный период времени говорить о какой-то серьезной конфронтации, на которую Соединенные Штаты могут пойти в отношении Китайской народной республики, я думаю, не следует. Потому что Соединенные Штаты прекрасно понимают тот огромный потенциал, которым обладает Китай. И действительно мы прекрасно с вами понимаем, что в настоящее время не Китайская народная республика зависит от Соединенных Штатов, а именно Соединенные Штаты зависят от Китайской народной республики и в первую очередь они зависят финансово и экономически. Между тем, классическая ракета «Дунфэн-21Д» имеет дальность полета около 2700 километров и может с большой точностью поражать авианосные группы – основной боевой порядок движений авианосцев США с высокой точностью. Если база в Камбодже действительно будет построена и оснащена такими ракетами, то зона противокорабельной защиты Китая будет включать в себя весь Сиамский залив. Произойдет ли расширение военного потенциала Китая и как это скажется на мировой стабильности – узнаем в скором времени. Аделина Зинатова, Универ-Ньюз. В Москве завершился восьмой российский философский конгресс. Куда идет мир, куда идет Россия и как будет развиваться отечественная философия в полицентричном мире. Все подробности в сюжете Маргариты Михайловой. Российский философский конгресс – одно из важнейших событий в жизни отечественных философов. Его площадка открыта для любых суждений и мнений. В этот раз темой мероприятия стала философия в полицентричном мире. Конгресс традиционно посетила делегации Республики Татарстан. В ее состав вошли три представителя Казанского федерального университета, в том числе Михаил Щелкунов – директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Руководил секцией философии образования, сам выступил с докладом «Феномен университета. Прошлое и настоящее будущее», где, собственно, поделился своими размышлениями, что ждет такое замечательное учреждение, как университет в будущем, как это мы представляем. И на заключительном заседании пленарном дозволено было выступить по теме философии общества в России, что было знаком уважения. По действующим нормам эпидемиологической защиты к очной встрече были допущены лишь 500 человек. Свыше тысячи участников присоединились дистанционно. Помимо пленарного заседания была организована работа 25 секций, 13 симпозиумов и 26 круглых столов. Рейтмотивом Конгресса стало изменение мирового порядка. Мир сегодня уже, мы видим, начинает кардинально меняться. Возврата к старому не будет. И 21 век, по крайней мере, ближайшие 25-50 лет, это будет веком тектонических изменений всего мира порядка. Экономической, политической, национальной, религиозной и так далее. Вся старая структура уходит в небытие. Не надо строить иллюзии. В обсуждении активное участие принимали представители российских философских учреждений, а также руководители университетов ближнего зарубежья. Временной период между Конгрессами был увеличен в связи с пандемией. В последний раз он проводился в 2015 году в Уфе. Конечно, строительство любого нового порядка, тем более миропорядка, не может пройти без потерь, без жертв и так далее. Это очень сложный, драматичный процесс, но он очень интересный. И строить новый мир вам, не нам, а вам. Вот этим мы должны вдохновлять нашу молодежь в сегодняшние дни, на завтра, на послезавтра, на ближайшие годы. Это, я говорю, с полной ответственностью, а отнюдь не из-за какой-то конъюнктуры и так далее. Это вот то, что звучало на Конгрессе из самых авторитетных источников. Эксперты отмечают, 21 век будет веком ежедневных потрясений. Мир изменится, и события на Украине стали для этого процесса своего рода спусковым крючком. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универа Ньюс. В айти-парке появился 12-летний резидент. О том, как шестиклассник стал бизнесменом, расскажет Алина Красильникова. В Казанском айти-парке появился самый молодой резидент. В возрасте 12 лет Таир Гатаулин разработал интернет-платформу для реализации молодежных проектов. Учник шестого класса рассказал, что проект давался ему непросто. С ранних лет Таир считал программирование сложным ремеслом. Но это его не испугало, а наоборот сподвигло бросить себе вызов. Вперед с 8 до 11 лет программирование было каким-то сложным, по моему мнению. Я там начинала с конструкторов сайтов по типу Wix. Но сейчас уже начинаю активно изучать языки программирования, JavaScript и Python. Хочу написать что-то свое. В феврале 2022 года на итоговой коллегии Минэкономики Республики Татарстан Таир презентовал свою платформу Junior Invest президенту Татарстана Рустаму Миниханову. По ее итогам были даны поручения по поддержке проекта. Гатаулину выделили рабочее место в айти-парке с компьютером. Здесь он и занимается реализацией проекта «Раскрути свою идею». Я создал пробный сайт черновой. И на нем был весь функционал, что есть на нынешнем сайте. Потом же мы придумали идею о том, что можно сделать разносторонние разделы. И появились еще пять разделов помимо предпринимательства. Литература, бизнес, программирование, создание фото и видеоиллюстрации и много-много прочего. Сейчас мы еще хотим создать примерно четыре-пять разделов, которые будут полезны для детей. За время воплощения проекта Таир разработал еще несколько идей. По его мнению, это поможет дальнейшему развитию платформы как самостоятельной единицы. На данный момент я создал еще две идеи для нашего проекта. Одна из них называется JuniorCoin. Это виртуальная валюта, которая будет находиться на нашем сайте. Это не крипта, это не что-то там еще по типу NFT. Эта валюта, грубо говоря, находится в нашей власти. Но при этом дети могут ее получать. Смотрите, допустим, есть ребенок, который создал свою идею. Он выложил пост с этой идеей. Некоторые дети, что увидели этот пост, поставили лайк. Этот ребенок получает за этот лайк один коин. Эти самые коины можно будет обменять на вполне реальные призы. С момента создания сайта им воспользовались около 300 человек. Все заявки находятся на рассмотрении. И после прохождения отбора идеи будут выставлены на сайт, где их смогут оценить как частные инвесторы, так и государственные службы. Благодаря платформе JuniorInvest ребенок любого социального положения может заявить о себе и создать функционирующий бизнес так же, как это сделал Таир. Мы не говорим о деньгах. Мы просто говорим, что есть мальчик, ему 11 лет, сейчас ему 12 лет, что в России любой ребенок может организовать свой бизнес, серьезный бизнес-стартап. С помощью дедушки Таир смог получить грант на 5 миллионов рублей. Эти средства помогут продвигать платформу и проекты талантливых детей. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. Состоялась рабочая встреча директора Набереженчелнинского института Казанского университета Махмута Ганиева с руководством ПАО КАМАЗ. В рамках встречи были обсуждены вопросы подготовки кадров для работ над проектом по созданию электромобилей КАМА на Набереженчелнинском автомобильном заводе. 8 июня в Институте управления экономики и финансов Казанского университета защитилась первая группа обучающихся по совместному образовательному программу двойных дипломов Double Degree. Более подробно о программе двойных дипломов расскажем в ближайшем выпуске. Одна из первых программ, которая сегодня завершает свое обучение, это география и картография с Национальным университетом Узбекистана. Программа шла по схеме 3 плюс 1. Три года они обучались у себя дома, один год они обучались у нас. Кроме того, конечно, институт расширил эти двойные дипломы. Это не только картография геоинформатики, это направление экономика, менеджмент, это работа с Самаркандским университетом экономики и сервиса, с Бухарским государственным университетом. Сейчас планируются такие же программы с Ташкентским финансовым институтом, с Ташкентским экономическим университетом. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok